Ну что ж, привет! Как говорится, вини там ля комедия, да? Все когда-нибудь заканчивается, особенно... особенно хорошее. Плохое не всегда. В общем, сегодня последний день, вообще прям самый-самый последний фестиваль Апсен Экстрим 2023 года. Это, в общем-то, как это сказать... так оно и называется... автопати. Вот, в общем-то, не все живы. Вот, не все здоровы, не всем хорошо. В общем, мы наблюдали когда-нибудь, как вот угасает огонь. То есть было такое пламяще, да? Просто такое, рядом с которым даже стоять больно. И вот это пламя, оно, в общем-то, умирает. И вот, в принципе, в данный момент это и происходит. То есть все собирается. Сейчас я покажу, чего происходит. Ну, как бы остались главные, самые сумасшедшие. Плюс группы. Их, наверное, штук 10. Точно не помню. В общем-то, ребятки что-то продают, общаются, выпивают. И, в общем-то, остатки, которые есть, в общем-то, раскидывают друзьям. Контакты какие-то, ну, наводят и так далее. Ну, и, естественно, отыгрываются последние, последние шоу. Все это пройдет до поздней ночи. Есть необъявленный спешл гость. Но мне кажется, что я знаю, кто это будет. Это будет Pyrexia, Pyrexia, или как она там еще, какие вариации есть. Вот. Почему я так решил? Потому что они играли два дня назад. А потом они вдруг начали тусоваться с фанатами. Продолжать продавать мерч. То есть они никуда не уехали. И мне кажется, что именно они будут финальной бандой сегодняшнего дня. В общем, как-то так. Сейчас я все схожу, покажу, как выглядит, как выглядит поле. Это тоже интересно. И давай еще послушаем, кто у нас сейчас играет. Чтобы было понятно, как это выглядит, сколько людей и так далее. Это называется «Стерминация». «Стерминация» «Стерминация» Так, вот здесь вот собирается вся железка. Всё вот это барахло. Вот это интересный момент. Потому что это, получается, стояло все за сценой. Это все очень цивильно собиралось. А теперь, ну, вот оно говоря, собирается на траве. Куча каких-то чехлов. Куча каких-то тарелок. всякая всякая такой истории чувак настраивается разминается очень-очень это любопытно видеть по плане что в том плане что люди реально как спортсмены в общем-то готовятся но но ничего нового принципе она она всегда так всегда так и работает в общем то можно можно посмотреть фестиваль в общем-то все кишочки фестиваля как это как это все выглядит и как это все устроено но мне очень нравится как как чуваки вообще как чуваки силя до и отдыхают от того что но происходило вот эти вот сколько-то там дней то есть в общем все все на бодрике чик вот а сейчас я покажу как в общем то выглядит сейчас сама площадка то есть ну как бы я сто раз показывал вот эту проходку сто раз показывал вот тут стояла беседка вот тут вот там был мерч здесь вечно продавали тоже мерч здесь продавали пивасик ну и сама сцена как она выглядит как бы голая да самое смешное кто-то еще там тусуется в общем вот она мертвая и безжизненная то есть вот здесь стояла сцена было все собрано там был бэкстейдж вот вот тут вот играли банды а тут был миллион людей всегда ну интересно это все выглядит довольно любопытно ну просто такая атмосфера тишина то есть я если честно никогда не видел эту площадку в обычном ее состоянии до состоянии просто городского парка и это довольно прикольно в том плане что но я слышал историю от местных что вот вот отсюда я любил поснимать и вот так вот она выглядит сейчас от местных я в общем-то слышал историю ну там которые рассказывают таксисты продавцы местные предприниматели переключу что смотреть вот рассказывают всякие таксисты типа чем они занимаются когда нету фестиваля ну камня дирос приехали друзья на брутал мы ехали на такси пацан такой просто пацан а чем вы вот занимаюсь целый год кричок всем брутал блин а потом за неделю заработаем то что за год реально за неделю вот эти то допустим сегодня говорила со своим другом который держит пивную палатку 350 тысяч за фестиваль чист крон да это за это за четыре дня представляешь это после того когда заплатил все всех людей просто он говорит конвейер пиво течет вот так одно за одним окно ну ты правильно все на каждой палатке тоже самое вот так как ты очень много тут знаешь кого понимаешь культуру вот все вот эти вот обрыганные панки вот прям ну смотришь живого места нет он человек чем они занимаются чем занимаются эти люди в жизни в реально ну то есть фестиваль заканчивается смотри для меня вначале тоже когда было я допустим когда первый год приехал сюда как ты привык там кто-то в костюмах масках это все снял прикид и оделся в нормальный тебя уже как бы не там татуировки понимаешь а люди понимаешь я когда веду первый год эти три татуировки на лицах пирсинге по всему телу вы знаешь я думаю знаешь они он же не снимет он же живет всю жизнь этим силам может быть бармен вот это легко такой таких бар принимают бармен я не знаю но краска такой ты фриковая тюмайте в отреды пирсинге татуирование на облике что делали в кости мислите что делать за професией чем вы делаете чем вы живете если можно уплатить что-то пропадает что-то 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 татуирование студия пирсинге и тату-салоны а потом я думаю что может быть какую-то фасшн моду с модой связано а промоушен про концерты и так далее помогать в развитии в концертах и стивали ну то есть они остаются в движухе вообще то есть они все равно около вот этого вот андеграундного ада не забывай что вот эти самые 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 фрики это не из чехии это вот какая-нибудь англия сам за из-за границы и они были это еще цивилизованные страны где немножко попроще жить я слышал про апсин а не про апсин а про бруталласолу такую историю что когда он не состоялся из-за вот этих всех вирусных дел встречался с организаторами там мэр или руководитель города и говорил сделайте так чтобы фестиваль прошел в два раза дольше по дням ну чтобы отбить те потери и я думаю то же самое в общем-то апсином то есть если все будет хорошо то в принципе он может и увеличивать количество дней то есть сегодня воскресенье ну в принципе можно начать с понедельника то есть не со среды как это обычно происходит а с понедельника почему нет но не знаю нужно ли это нужно ли ли это людям нужно ли это организаторам не знаю забыли духа такая закрывашка лирическая так что в общем то сказать прощаемся с фестивалем но не прощаемся с тобой меломан будут всякие разные видосы и про апсин в том числе то есть я очень много чего наснимал очень много чего надо помонтировать ну то есть просто так не не выложишь надо надо монтировать так что будет чем ну и плюс у меня есть канал новый только про апсин я вот сейчас думаю как же его назвать думаю типа там вагонетка вагине или что такое ну типа это же горное место да то здесь добывали что-то из земли то есть типа тут эти как их зовут ну типа как гномы с кирками лазили эти чехи до доставали какие-то какой-то мрамор что-то в этом духе все это добывали вот торчат до куски такие прям вот как это выглядит красная земля и вот такая вот фигля-мигля ну то есть как бы вот этим то это местность в общем то раньше и промышляла и славилась а потом через какое-то время они поняли что это не актуально и это обыгрывая вот это наверно в мани на вагонетках это возили вот и представить что как будто вагонетка ездит по толпе вагонетка спрыгнула с со сцены на танцпол или плавает по толпе что-то вот как-то так обыграть но пока у меня такая идея и вторая кисма с ну типа под поцелуй меня в ухо вот так напиши в комментариях какой из этих вариантов тебе нравится больше вот ну надеюсь видосик тебе понравится так что лайкай и все такое пока не прощаюсь а смотри следующие видосы